Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении подвел итоги работы за 4 года и заявил, что регион должен совершить прорыв и войти в пятерку лучших по ключевым направлениям жизни области. Тремление к лидерству это не пустые слова, не пустые амбиции, это прямая проекция политики президента. Доклад состоял из нескольких частей, в которых были озвучены темы безопасности и здоровья, образования и экологии, дорог и качества ЖКХ, эффективного государственного управления и благоприятного инвестиционного климата. Представители законодательной и исполнительной властей Ленинского района прокомментировали выступление губернатора. Было отрадно заметить, что в каждой программе, в каждой задаче, либо в каждом отчете, в каждой группе из отчета Ленинский муниципальный район, либо городом Видное, либо другими поселениями был отмечен в лучшую сторону. И мы придерживаемся этой тенденции, когда идем ногу со временем. Центральное место доклада было посвящено экономике региона. Губернатор поставил задачу каждый год неуклонно увеличивать доходы бюджета. Важно, что в трудное время нам удалось сохранить рост. За год промышленность прибавила почти 14%. Доходы консолидированного бюджета выросли на 9%. Мы прибавили в бюджет 44 миллиарда рублей. Один из приоритетов подмосковных властей в области экономического развития – инвестиции. Сейчас в области работают 53 компании из 12 стран мира. Ленинский район по объему инвестиций удерживает стабильный рост. Если говорить о 2016 году, который уже истек, то инвестиции в реальный сектор экономики без жилищного строительства, которое у нас бурно развивается, составили на территории нашего муниципалитета 10 миллиардов рублей. А если говорить с жилищным строительством, то они превысят 30 миллиардов рублей. Нас ждут на территории муниципалитета новые инвестиции. Если помните, в прошлом году было подписано соответствующее соглашение с китайской компанией об открытии завода на территории Ленинского района. Инвестиции составят порядка 8 миллиардов рублей. Будет создано 550 высокотехнологичных рабочих мест. Вот именно на такие инвестиции мы должны быть нацелены. Особую роль в своем выступлении губернатор отвел вопросом здравоохранения. Младенческую смертность в области удалось сократить в полтора раза. Кроме того, в Подмосковье на 40% сократилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Мы, соответственно, должны добиться продолжительности жизни 75-77 лет. Вот наша задача, которая стоит перед врачами, здравоохранением. Здесь оборудование, диагностика, внимание к пациенту, безусловно, даст эти результаты. Не последнюю роль в здоровье жителей региона играет спорт. Всего в области функционирует 86 высокотехнологичных спортивных объектов. Губернатор поручил обеспечить их полноценную загрузку. Я думаю, что в ближайшее время договорились уже с Московской областной думой, с Министерством спорта, собрать большое совещание, где мы, в общем, сумеем обобщить то, что есть, понять то, что сегодня работает на самом современном мировом уровне. Губернатор также уделил внимание экологии региона. Он поставил задачу активнее озеленять городские и сельские поселения. В каждом городе, в каждом муниципалитете должны быть какие-то особые, привлекательные, обустроенные, благоустроенные места, которые бы еще являлись визитной карточкой того или иного города, того или иного муниципалитета. В прошлом году была побеждена эпидемия жука-караеда. В настоящий момент идет активное лесовосстановление, в котором принимают участие и жители Ленинского района. Мне на самом деле очень понравилась тема парков, потому что у нас в Ленинском районе зреет совершенно блистательный проект под названием «Зеленая река». В своем выступлении губернатор коснулся и темы ЖКХ. В 2016 году было капитально отремонтировано 3148 домов. План на 2017 год – 2235 домов. Как показывает практика, цифра вполне реальная. У нас под Москвой 150 тысяч подъездов. Соответственно, выделяем 1,7 миллиардов рублей для того, чтобы оказать софинансирование управляющим компаниям по реализации этой очень важной программы. Будет продолжена программа и по благоустройству дворов. Импульс, который дал губернатор, он поможет нашим коллегам по жилищно-коммунальному хозяйству все-таки синхронизировать погодные условия, конкурсные процедуры и проводить все вовремя и в срок. Также губернатор очертил круг задач в области сельского хозяйства, культуры и образования, транспорта и расселения аварийного жилья. Несмотря на общую позитивную картину, главный посыл выступления Андрей Воробьев озвучил в финале. Наша общая задача не успокаиваться, каждому продолжать работать на результат, держать темп. Только такой подход, только такое движение вперед с обязательным учетом мнения жителей определит наш успех, сделает лидерство реальным. Ради этого мы работаем, ради этого мы здесь.